Даже дождь и пасмурное небо в первый по-настоящему осенний день не смогли изменить праздничный настрой тех, кто гордо шел в школу в первый раз, тех, кто провожал своих маленьких героев, тех, кто готовился стать на класс старше, и, конечно, тех, кто в последний раз в своей школьной жизни отправлялся на торжественную линейку в честь Дня Знаний. Я рада, что, во-первых, я соскучилась по школе, поэтому я рада всегда идти. Ну, потому что, во-первых, надоело отдыхать уже, то есть все лето отдыхаем, уже хочется поучиться, знаний набраться. С хорошим. С веселым. Почему? Ну, потому что в школу идем. Хорошо же. Витя и Лида – ученики первого В-класса. Витя мечтает об авиамодельном кружке, а Лида любит узнавать новое, о технике. Но в интервью после вопроса о том, чего ждут от школы, говорят не о предметах и уроках. Добра и счастья. Сбор около школы, встречи, объятия и улыбки. Ребята, родители и педагоги ждали этого дня и готовились к нему. Вернее, не только к нему, но и к целому будущему учебному году. У нас основная цель – это то, чтобы ребенок вошел в эту систему школьного образования, чтобы он переключился с игровой деятельностью уже на учебную и научился самостоятельно добывать знания. Вот это самое главное, потому что, конечно, с опытом старшего ребенка я вижу, что это основное. Планов много. Обязательно в какие-нибудь поездки будем ездить, в музей ходить, в библиотеку. Ну и, конечно, в первую очередь учиться по программе. Хорошо учиться там, на отличницу. Я вообще была вот эти четыре класса отличницей, и поэтому я хочу продолжать быть отличницей. Сдать ЕГЭ, сдать ЕГЭ, ДВИ, поступить туда, куда хочу, на ту специальность, которую хочу. Как-то я хочу в МГУ. Звучат приветственные слова. Под музыку и аплодисменты на центр площади выходят герои дня – первоклассники. Флаги России, Московской области и Пущино поднимают три очаровательные 11-классницы, появление каждой из которых сопровождает перечисление достижений. Дерзайте, старайтесь, работайте, и у вас все получится. Такое напутствие звучит от директора школы номер 3 Елены Кибальниковой. Я сегодня поздравляю наших волкшей, наших первоклассников, которые сегодня впервые переступили порог нашей школы. Я очень надеюсь, что наша школа станет для них действительно вторым домом, а классный учитель станет действительно второй мамой. Я очень хочу, чтобы наши малыши с первого же дня поняли, что учиться – это замечательно, это очень интересно, а самое главное – очень важно. Я искренне рад вас приветствовать и поздравить с праздником 1 сентября. Начало нового учебного года – это всегда волнительный момент для всех, для ребят с родителями, для педагогов. Для ребят с родителями – это новый этап жизни, новые знания, новые друзья и даже новый распорядок дня. Для педагогов – это сами дети, талант и успехи которых предстоит раскрыть. И хотел бы отметить, что в нашей системе образования все для этого и есть. В этом году за школьные парты впервые сели 198 пущинских первоклассников. Ребята говорят, что очень ждали учебы, уроков и новых друзей. А сейчас на линейке некоторые из них уже сдают свой первый экзамен, обращаются к учителям, родителям и старшеклассникам со стихотворными строками. Здравствуй, школа! Первый раз! Твой порог переступает! Быть примерными во всем мы сегодня обещаем. На уроках спать не буду, буду я старательной. И начальницей большой стану обязательно. Первое сентября – день очевидного взросления. Судите сами, вчерашние дошколята теперь гордо именуются первоклассниками. Каждый ученик стал старше на целый класс. А те, кто только недавно считались учащимися 10-го, стали носить звания выпускников. Сегодня они на правах мастеров по сдаче контрольных и знатоков всех школьных наук дают советы и напутствие новичкам. Посмотрите в эти лица, как в них можно не влюбиться. Школа наша вас встречает и успехов вам желает. Трогательная песня от выпускников – стихи, напутствие и пожелания. Таким запомнится собравшимся этот день. И, конечно, самым долгожданным моментом – первым звонком от маленькой первоклассницы, сидящей на плече у выпускника. Учебный год начался. Коллегам желаю терпения, здоровья, конечно же, удачи, исполнения желаний. Родителям желаю хорошего терпения, здоровья тоже. А детям успехов в учебе, потому что в этом году мы второклассники, и мы впервые получим свои первые оценки. Удачи всем хорошим оценкам, учителям хороших учеников набрать, и родителям терпение, чтобы с этими домашками проверять, и чтобы дети были отличниками. И всего самого наилучшего. Учителям терпение самое главное. А детям, ну, даже не знаю. С удовольствием в школу ходить, за знаниями. Первый звонок, первый учитель, первая книга. Для самых маленьких школьников день начался не только с первой линейки, но и с первого завтрака. Их даже в этот школьный день младшеклассники получают в соответствии с поручением президента бесплатно. А потом они отправились в кабинеты, чтобы поскорей начать захватывающее и веселое путешествие к знаниям. Завершил первоклассный урок «Вкусный сюрприз». По инициативе губернатора Московской области для всех учеников начальной школы в Подмосковье прошла акция по раздаче мороженого. Диана Ларионова, Андрей Михайлин, ТВС, Пущино.